Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBG. Сегодня посмотрим медика. Собственно, это билды, которыми играю я. Билды, которые могу посоветовать вам брать в каких-то конкретных случаях. Собственно, первый навык у нас здесь, применение аптечек происходит на 50% быстрее. Я уже не раз объяснял, почему это важно брать, почему оно лучше, чем дополнительное здоровье. Ну, во-первых, кто не смотрит меня, кто первый раз попал на видео, объясню еще раз. Фишка в том, что у большинства классов есть встроенный баф. То есть, они могут это здоровье просто убить 15 зомби, сделать 5 хедшотов, еще что-то сделать и получить себе без проблем вот эту дополнительную строку здоровья. То есть, в принципе, да, с одной стороны, она некоторым классам помогает, которые играют через инвиз, но в целом, друзья, оно не стоит вот этих 50%, которые позволяют вам, скажем так, за время инвиза полечиться, которые позволяют быстро вылечить союзника, когда это надо. Потому что бывают ситуации, как раз, когда не хватает этого времени. И, ну, как показывает практика, вот это вот, оно будет пополезней, чем какая-то дополнительная строка здоровья. И плюс, как правило, когда медик лечит всех, то есть, это какой-то респ, это уже когда, скажем так, весь экшен закончился. То есть, пока вы всех полечите, пока ребята побегут дальше, то есть, там уже примерно 50% этого бафа просто пропадет. А скорость лечения, это, скажем так, ну, ультравыгодная вещь, с учетом того, что ты можешь остаться один и просто-напросто там в инвизе успеть полечиться, для того, чтобы тебя как-то просто не убили. Далее у нас после оживления союзника вы оба получаете временный прирост здоровья. Почему советую это брать? Потому что, ну, все достаточно просто. Когда вы поднимаете чела, он фактически шотный. То есть, вот этот баф позволяет и вам бафнуться, и его бафнуть. То есть, вы получаете фактически два бафа. То есть, ну, раньше я играл через скорость поднятия, но все-таки вот эта фишка показывает то, что это выгоднее. Ну, можно во всяком случае там на шприце добежать с какой-то временной полоской здоровья. То есть, тебе ее собьют, потом ты получишь новую. То есть, ну, в целом это получается выгодней. С учетом того, что медик может контролировать инвиз, может контролировать всю эту тему. Сумка здесь, я думаю, понятно, почему. Потому что медику всегда оставляют сумки. Потому что те, кто не оставляет, это, друзья, зашкварно сильно. Далее, собственно, спорная тема. Есть люди, которые играют, собственно, через второе дыхание. Но, вы знаете, я никогда не любил полагаться на рандом. То есть, там, держать в голове то, что ты можешь слиться. И с вероятностью 25%, собственно, ты не сольешься. Но это как-то, это как-то херня какая-то на самом деле. Проще получить 25% хп. Это какой-то дополнительный удар, чем потом просто-напросто этот дополнительный удар получить с вероятностью 25%. Ну, дело каждого, но, как я и говорил, друзья, 25% это не то, на что можно, скажем так, рассчитывать. Далее, здесь, собственно, убив 15 зомби подряд, вы с вероятностью 50% восстановите аптечку. Я уже много раз объяснял, почему этот перк супер выгодный. Если вы играете в соло, если вы играете в пати, то дальше будет билд для игры в пачке. Следующее у нас, после убийства особого зомби, у вас восстанавливается один предмет снаряжения на 30 секунд отката. Думаю, здесь всем понятно, что кого-то убил, восстановил шприц, это супер выгодно. Далее у нас идет использование пистолета-стимулятора или аптечки, дает бонус 50% огнестрельного оружия на 10 секунд. Фишка в том, друзья, то, что в большинстве случаев, когда вы применяете шприц, это, скорее всего, бежит какой-то таран, или вы спасаете какого-то союзника. Ситуация не особо классная, и как раз вот этот вот бонус 50% урона, он достаточно неплохо спасает. Здесь инвиз, я думаю, это даже не обсуждается. Далее, что у нас? Я, на самом деле, предпочитаю играть через вот этот перк, восстанавливаю два патрона в магазине за каждое попадание в голову с ппшечки. На самом деле, перков здесь каких-то классных достаточно мало, то есть можно взять вот эту скорость перезарядки на 50% при уровне здоровья ниже 35%. Ну, на самом деле, шотному медику бегать, это такое, вот эта вот тема, все-таки, если ты возьмешь какой-то тер 3 пп, при том, что пп здесь тер 3 не одно в игре, поэтому найти его как-то вообще не проблема, и восстанавливать два патрона, собственно, это достаточно неплохо, когда приходит время убивать какую-то толпу, когда на вас бежит много обычных зомби, то есть то перезаряжаться вы будете реже. Но, опять же, друзья, вот это вот все на ваш выбор. Следующий билд у нас идет для игры в пати. Это тот случай, когда вам оставляют все аптечки, когда вам оставляют сумки. Здесь у нас фактически все то же самое. Единственное, что здесь перк с вероятностью 30% при применении аптечки она не расходуется. Фишка в том, друзья, то, что эта фишка стакается, то есть она работает так, что вы, допустим, одну аптечку потратили, потом еще одну, то есть это уже 60%, ну и на четвертую, скажем так, оно плюсуется. Если, опять же, вы, допустим, там получили аптечку, то оно минусуется, то есть у вас падает, опять же, либо на 30%, то есть, ну, в принципе, вот как-то так работает рандом. То есть это вот объясняется сумкой технаря, которая, допустим, каждый пятый раз, когда ее подберут, то есть она гарантированно прокает. Далее у нас идет после убийства, то есть это я уже все объяснял. И здесь вот урон огнестрельного оружия повышен на 25%, когда у всей команды более 50% жизни. Но, опять же, друзья, так как вы играете в пачки, всю эту тему можно контролировать. Если у вас, скажем так, друзья, нормальные игроки, то у вас будет постоянный баф, то есть это достаточно выгодная тема, выгоднее, чем вот эта. Потому что, ну, постоянный бонус иметь, это на самом деле намного лучше, чем, допустим, какие-то 10 секунд в какой-то, ну, скажем так, достаточно нужной ситуации. Здесь, опять же, берем вот эту тему, потому что если вы будете бегать с ниже 35%, у вас не будет вот этого бонуса. То есть я думаю, то, что это понятно. Это, собственно, все билды на медика, друзья, и следующий билд у нас будет на технаре.